Звуки марша Мендельсона венчают величие события, которое произойдет через считанные мгновения. Свое важное решение стать семьей молодые супруги Дмитрий и Ольга Жуковы приняли спустя 9 месяцев после знакомства. Дмитрий настойчиво ухаживал за Ольгой, давая понять всю серьезность намерений. Готовились к торжеству недолго, ведь не это главное, считают молодые. Их объединила чистая и искренняя любовь, поэтому даже пандемия сейчас не помеха. Познакомились мы 9 месяцев назад. Свадьбу хотели и я маленькую всегда, и Дима тоже. Поэтому вот так вот в этот именно период. Да, вообще так совпало. Да, случайно. Очень любим друг друга, и поэтому не боимся преград. Да, позвали самых близких. Родители, брат, сестра и свидетель. Любить друг друга, поддерживать и оберегать – это то, что с детства прививают своим детям супруги Логодич. В их семье воспитывается трое замечательных детей. Все они разного возраста, но каждый чувствует себя в своей среде одинаково комфортно и уверенно. О том, что семья будет настолько большой, родители когда-то даже не задумывались. Однако сегодня они безмерно рады своему счастью, которое, как им кажется, даровано свыше. Когда уже появляется семья, ощущение какой-то защищенности, своя крепость, свой дом. То есть, когда сам человек живет, думается только о том, как где-то мне на работу устроиться, какие-то деньги заработать, вот так вот все. А здесь намного все очень такое обширное, и ради этого хочется жить, потому что все это приносит радость. Все. Поведение каждого ребенка. Вот он маленький, интересно, вот он, этот постарше, этот школа, всегда все интересно. Любая стадия. Вот он новорожденный, вот он пошел в садик, вот он просто начал ходить, вот он пошел в садик. Вот эти вот все моменты. И почему я говорю, что чем больше людей, тем больше вот этой радости испытываешь. Это очень весело. Каждый день это и ссоры, и шутки, и какие-то забавы, игры. Спонтанно все происходит. Когда один ребенок, ну мои друзья, то у них так все однообразно, каждый день к серые будни. А у нас каждый день хоть книгу пишут. Непростую, но очень важную миссию подарить тепло и любовь приемным детям избрали для себя супруги Петровские, родители-воспитатели первого дома семейного типа квартала Новоснецова. В эти летние дни здесь стало тихо и немного скучно. Ребята, благодаря поддержке государства, отправились на отдых в оздоровительные лагеря. Но каждый день приемная мама и папа выходят с ними на связь, интересуются, как те обустроились и нашли ли друзей. Понимаем, что мы с какими-то сложностями столкнемся, что дети сложные, характеры разные, у каждого своя трагическая судьба, что, конечно, приходится преодолевать эти сложности все вместе, и с детьми, и самим, и внутри себя. И это постоянная работа над собой. И в семье, и с детками, и работа просто такая внутренняя, очень серьезная над собой. Поэтому здесь невозможно прийти и сказать, что вот я все смогу, у меня все получится. К этому мы идем и довольно долгое время, потому что трудности с самого первого дня начинаются. Это процесс адаптации, это привыкание детей к нам, это наше привыкание к детям. А тем более ведь дети уходят и пополняется наша семья другими детками. Вольно расставаться с детьми, мы к ним привыкаем, мы понимаем, что придется с ними расстаться, мы тоже себя к этому готовим. Как бы ни складывалась судьба человека, какие бы невзгоды ни происходили, муж или жена, родители, братья и сестры всегда поддержат, поймут и помогут. Семья – это что-то большее, чем просто общий быт. И наши герои тому подтверждение. Это уклад, это традиции, это любовь. Чистая и искренняя, готовая принять и простить, дать веру и надежду на лучшее.